Бескондукторная система приносит свои плоды. По словам главного транспортника Шимкента, количество ежедневных транспорта за акцию увеличилось почти вдвое. Тем не менее, Мухтар не отрицает, что любителей ездить зайцем меньше не становится. За время действий бескондукторной системы полицейские оштрафовали более 500 безбилетников. Шимкентские пассажиров сейчас обслуживают 10 транспортных компаний. Частные автобусы обновлены на 98%. Перевозят людей в городе и на социально значимых маршрутах. Их около 75. Автобусные маршруты в этом направлении обслуживают малонаселенные районы и жилые массивы, расположенные на окраине Шимкента. Количество безбилетников не уменьшается, тем не менее увеличивается статистика транзакций. В будние дни до 380 тысяч, в выходные до 250 тысяч тенге. Раньше, когда были кондукторы, в выходные дни транзакции достигали максимум 120 тысяч тенге. Через неделю после внедрения бескондукторной системы мы начали проводить рейды совместно с полицейскими. Большое спасибо правоохранителям. Каждый день штрафовали около 30-40 безбилетников. Сумма штрафа примерно 7 тысяч тенге. Всего оштрафованы 500 безбилетников. Мухтар Кукамбаев рассказал и об удручающем состоянии некоторых остановок. В этом году транспортники планируют обновить 250 старых автобусных точек ожидания. В Шемкенте 1886 автобусных остановок. С 2020 года установлены остановки нового образца. В настоящее время доля новых остановочных павильонов в Шемкенте составляет 35,5%. В этом году планируем обновить 250 остановок. Также планируем установить 12 светофоров на участках, где назрела острая необходимость. Добавим, что в Шемкенте около 600 автобусов используют в качестве топлива экологически чистый газ метан. Это автобусы Ютонг, на которых вы каждый день ездите. Для снабжения этих автобусов газовым топливом введены две АЗС. Ведется строительство третьей станции. По словам пассажиров общественного транспорта, состояние некоторых автобусов оставляет желать лучшего. Не все горожане знают, куда обращаться, если столкнулись с антисанитарией. Главный транспортник Шемкента напомнил номер диспетчерской. Пожаловаться можно по номеру 109. Ажина Рапова, Славик Масрухан, Новости.